На причале номер 175 Морского училища Одесской юридической академии продолжаются работы по подготовке к подъему и дальнейшей буксировке затонувшего побережья танкера Делфи. Судно прибило к берегу в ноябре прошлого года, оно зацепилось за волнорез и впоследствии легло на бок. Из-за пробоин корпус наполнился водой, также периодически с танкера фиксируется утечка нефтепродуктов. Активную помощь и поддержку специалистам по поднятию танкера оказывает Украинская морская партия Сергей Кивалова. Сегодня лидер партии вместе с депутатами и активистами политической силы выехали на место, где затонул Делфи. Подробности в сюжете далее. После визита президента Украины в Одессу разные политические деятели, нардепы, депутаты местного уровня стали очень активно высказываться на тему затонувшего танкера Делфи. Создавать видимость работы и реально решать проблему – разные вещи. Украинская морская партия Сергея Кивалова еще до визита Владимира Зеленского не словами, а конкретными делами оказывала помощь в ликвидации катастрофы у берегов нашего города. Мы в феврале месяце сделали официальное заявление и говорим, давайте, что необходимо, мы сами организуем и сделаем, если вы не можете. Ждали-ждали до июня, до июля, пока президент не вмешался. И я думаю, что и сегодня его никто в ближайший месяц не уберет. По просьбе судовладельств и судоремонтной компании лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов предоставил базу морского училища номер 3 Одесской юридической академии, которая располагается в непосредственной близости от Делфи на 175-м причале. В этом помещении разместились водолазы. Также хранится все оборудование, которое используют специалисты для подъема танкера. Мы связались с судовладельцем и говорим, какая реальная вам помощь нужна. Вот они обратились к нам, чтобы мы представили это помещение, которое принадлежит еще раз подчеркиваю Национальному университету юридической академии. Все, что вам необходимо, пожалуйста. Кроме того, Сергей Кивалов также предложил судовладельцу юридическую помощь. Нам действительно оказана абсолютная поддержка в плане здания, в плане организации в этом месте. Спасибо за это. И мы продолжаем работать, чтобы убрать танкер с пляжа. В субботу была сделана первая попытка. К сожалению, всплыли те моменты, которые не позволили завершить этот этап. Мы планируем на днях усилить буксирные канаты, добавляем понтоны, облегчаем судно дополнительно и планируем в ближайшие дни повторить попытку постановки судна на ровный день. Во время посещения места аварии танкера «Дельфи», в момент, когда на месте производилось выездное совещание администрации морских портов Украины с производителем судоподъемных работ, Сергей Кивалов пообщался с руководством администрации морских портов Украины, крупнейшего государственного предприятия, которое сегодня также активно помогает решать проблему с эвакуацией судна от берегов Одесского пляжа. После неудачной попытки судовладельцам выкранить затонувший танкер и поставить его на ровный киль, представители АМПУ прибыли на объект с целью разобраться в деталях первой попытки и предложить помощь в корректировке технологии. По заявлениям производителя работ, судовладелец планирует продолжить работы по подъему судна. «Сейчас мы прибыли сюда проверить, как выполняются те организационно-технические мероприятия, которые были обозначены с точки зрения корректива технологии подъема. Уже судовладельцам эти коррективы уже учтены, произведены перерасчеты, ну и соответственно мы хотим понять, какие конкретно перечень организационно-технических мероприятий будет корректирующих производиться на этой неделе и когда будет следующая попытка». Специалисты не скрывают, что работы очень сложные, а каждый день приходится вносить какие-то коррективы. Вместе с тем все понимают, чем дольше судно будет находиться в таком состоянии, тем сложнее будет его убрать. Не исключено, что поднять танкер для буксировки так и не удастся. Тогда нужно будет рассматривать вариант вывоза судна по частям. Для этого работы по разрезанию нужно будет выполнять прямо у берега. Сергей Кивалов рассказал, что подобная ситуация уже была, когда поднимали затонувшее адмиральское судно при очистке дна побережья на восьмой станции Большого фонтана. «Сегодня нужно решить эту проблему, убрать с этого места, с пляжа, где многие одесситы отдыхали и хотят отдыхать, и чтобы не было здесь экологической катастрофы. И для того, чтобы это сделать, нужно испробовать все варианты. Но не получится, если его сдвинуть, поднять. Придется его резать, разрезать на несколько частей, потому что по-другому нет вариантов». Работникам судоремонтной компании активно помогают курсанты морского училища номер 3 Одесской юридической академии. Будущие матросы, токари, сварщики и мотористи таким образом приобретают ценный опыт работы. Более 20 лет назад училище вошло в структуру юракадемии, благодаря чему его удалось сохранить и продолжить подготовку востребованных рабочих специальностей. «Здесь ребята ежедневно в количестве 30 и более человек проходят практику, помогают представителям судовладельца и компания, которая занимается спасением пляжа и эвакуацией танкера, выполняют подсобные работы. Да, к сожалению, случилось такое горе возле нашего причала». «Основная задача Украинской морской партии – это все-таки оказывать реальную помощь, в том числе и политическую, направленную на создание пароходства, на развитие морехозяйственного комплекса, на развитие портов, которые есть, на подготовку специалистов для этих отраслей. Мы не случайно оставили и сделали все для того, чтобы сохранить одно из профессионально-технических училищ морского флота». После подъема судно планируют обуксировать на Ильичевский судоремонтный завод под Черноморском. Затем можно будет привести в порядок пляжную зону возле причала. И это место снова станет доступным для отдыха одесситов и гостей города.